Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге Бытия и обратимся к 21 главе. 21 глава начинает новый раздел рассказов об Аврааме, раздел, который, собственно, сосредоточен на исполнении обетования Божьего и на том, что происходит в связи с исполнением этого Божьего обетования. И, пожалуй, ключевым понятием и 21 последующих нескольких глав нужно назвать слово благословение, благословение Божье. То, что действует в жизни героев этого повествования, то, что для них по-настоящему важно или не важно, то, к чему они обращаются, к чему стремятся. И вот это вот благословение Божье, с одной стороны, слово довольно понятное, и во всех языках устроено это слово и его смысл приблизительно так, как в русском. Ну, собственно, русское это слово, это калькас греческого. Вот, кажется, что ты понимаешь, о чем разговор, когда читаешь, там, благословил Бог. Что, собственно, под этим подразумевается, если вдуматься, не такой очевидный вопрос, потому что, конечно, у читателя нередко создается впечатление, что Божье благословение – это нечто такое, действие или решение Бога, в результате которого у того, кто обретает это благословение, все будет хорошо. Хотя отнюдь не всегда это действительно так, и не такая простая схема. Тем не менее, вот Божье благословение, которое Бог дает Аврааму и его потомкам. Здесь в самом начале благословение Божье в частности реализуется в том, что рождается Исаак. И Сара зачала и родила Аврааму сына в старость его, в его время, которое сказал ему Бог. Вот как Бог сказал, будет у тебя через год сын, так это и произошло. И в этом действительно реализуется желание Бога, решение Бога, чтобы Авраам жил, чтобы жизнь его продолжилась в потомках. Мы уже, говоря о предыдущих главах, обращали внимание на то, что для архаической эпохи, когда происходят события к ней, о которых здесь рассказывается, и когда записывается этот рассказ, главным образом победа над смертью, независимость от смерти, вечная жизнь, то, что мы сегодня представляем достаточно сложным неким образом, вот там, вне времени и перпендикулярно временам, в те времена архаичные, выглядит так, это бесконечная продолжительность во времени, но при этом, поскольку человеческая жизнь конечна, значит, она должна как-то быть по-другому выстроена, по-другому устроена. И люди той эпохи, далеко не только в израильской культуре, заметим, представляют себе эту бесконечную жизнь, как кучу потомков. Будет потомство твое пача числа песка морского, и огромное множество народов, которые происходят от тебя, означает, что это твое семя никогда не пресечется, никуда не исчезнет. Такой, по большому счету, очень биологический взгляд на вещи. Ну, тем не менее, вот да, так в ту эпоху принято. Поэтому, когда Бог благословляет Авраама и обещает ему потомство пача числа песка морского, стало быть, вот рождение Исаака становится исполнением этого обетования. Так и сделал Бог. И это действительно неожиданно, настолько, что даже почти смешно, потому что так не бывает. Вот Сара сказала, смех сотворил мне Господь, потому что кто не услышит, обо мне тот рассмеется. Заметьте тоже, что рассказы о рождении детей у чрезвычайно пожилых родителей встречаются в Библии не раз. Не так, чтобы прямо это было делом каждого дня, но все-таки происходит. Иногда бывает. Иногда возраст таких престарелых родителей какой-то относительно рациональный, а иногда, вот как в случае с Авраамом и Сарой, ну, совершенно столько не живут, понимаете. Это в эпоху, когда продолжительность жизни 35 лет, а 40 – это уже старость маститая, ну, понятно, что, наверное, не конкретная цифра должна поразить читателя, а то, что для исполнения обетования Богу приходится победить и превзойти абсолютную, так сказать, техническую, биологическую невозможность этого. Вот невозможно. Все. Уже, понимаете, когда Авраам и Сара достигли таких лет, ну, не может быть у Авраама законного потомства. И, тем не менее, Бог это преодолевает. Это может быть даже и основное коммуникативное намерение автора, который вставляет этот фрагмент, вставляет эти упоминания о возрасте в рассказ. Дальше снова мы наблюдаем некий условно такой, если хотите, историко-политический манифест. Потому что автор помещает рассказ о происхождении нескольких народов, нескольких народов, которые стали потомками Измаила. Не полностью здесь отнюдь еще не приводится список, но, тем не менее, предполагается, что читатель знает, какие именно народы братские в кавычках, братские израильные народы произошли от Измаила. Ну, потому что Измаил, конечно же, брат Исаака. Тем не менее, вот история этих народов как будто бы отодвигается от благословения в сторону. Благословение Бога Аврааму, которое, собственно, есть содержание завета с Авраамом, вот оно как некий отблеск есть на Измаиле и его потомках, но это не то же самое, что Бог дает законному сыну Исааку и его потомкам. Ну, и поэтому здесь помещен рассказ о том, что, во-первых, этот самый Измаил насмехается над Исааком. Ну, по-видимому, для людей, которые в семьях подобного рода жили очень часто, когда не одна жена, а две, когда один ребенок старше, младше, и с этим связано сложное наследование имущество, они понимали, что такое бывает. Поэтому вот для того, чтобы обозначить некую неправоту Измаила, вот автор рассказывает о такой естественной вещи, о которой читатель мог бы и сам догадаться, о том, что этот самый Измаил насмехается над Исааком. Что там собственно имеется в виду, какое событие у Колыбельки не имеет значения. Автор здесь ограничивается только некоторым внятным психологическим объяснением, почему возникает некий конфликт. Вот Сара говорит прогони ее, прогони, потому что значит не наследует сын рабыни с сыном моим Исааком. Вот это и хочет сказать автор. Не наследует сын рабыни с моим сыном Исааком. Это разные вещи. То, что Бог обещал тебе и дал уже имущество там все прочее и то, что получит этот самый Измаил. И тоже довольно важно для того, как этот рассказ устроен, что Авраам хоть и не охотно, но соглашается. Смотрите, Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Вообще-то это шокирующая фраза. для того времени просто поразительная. Женщина друг человека. Где-то между боевыми верблюдами и дойными кобылицами. И это своего рода имущество, которое не имеет ни прав, ни голоса. в кочевых архаичных племенах, сколько там не сочтешь тысяч лет до того, увешанное тканями с какими-нибудь, там монеток не было еще в те времена, какими-нибудь украшениями вот так вот от глаз. Вот это сиди в углу шатра, поддерживай огонь. по крайней мере другие памятники литературной той эпохи скорее все же действительно склоняются к тому, чтобы видеть, так сказать, социальную роль женщин именно в такой угнетенности. Ну, понятно, что это не всегда так. Бог говорит Аврааму, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Ну, прямо ну, как может бедуин быть подкаблучником? А предлагается именно это Аврааму. Ты заключил завет с Богом, вот твоя жена, все окружающие держат своих жен в черном теле ни за что в жизни ни по какому вопросу ее мнение не спросят. Ну, разве только как долго следует варить кашу. А ты, вот что Сара тебе скажет, слушайся. Вдруг оказывается, что вот это гендерное неравноправие, сильное неравноправие, вовсе не так обязательно, неизбежно и органично для эпохи Авраама и для рассказчика, и эпохи рассказчика. Оказывается, что бывают случаи, когда даже самым великим героем, каким в повествовании бытия выглядит Авраам, следует слушаться того, что скажет жена, потому что Бог говорит через нее. Ну, видите, в последующие это времена, вплоть до какого-нибудь домостроя зверообразного, считалось, и иногда есть некоторые оригинальные люди, которые сейчас так думают, типа, что женщина, сиди, там платочек повязала, юбка в пол, голову опустила и пошла, пошла, пошла. Да, и что это такое? Своего рода копировальный автомат для штамповки детей? А вот нет. А вот оказывается в книге, которая вообще повествует о начале веры, что тебе скажет цара, то сделай. Так говорит Бог. Эти слова вкладываются в уста Бога. В какой форме там Бог их произносит, не имеет значения, автор не об этом. Он говорит, что это некая истина, которая зиждется на божественном авторитете. Чрезвычайно важно. И Бог объясняет, Исаару слушайся, потому что в Исааке наречется тебе семя. Это он, Исаак, будет основателем тех народов, которые я тебе обещал, и наследником твоего благословения, наследником Божьего благословения. И вот дальше говорится о том, что Авраам взял и отпустил Агарь с Исмаилом, и где-то она там заблудилась в пустыне. при этом также для автора важно, что конечно в Исааке наречется тебе семя, и благословение Божье наследует Исаак, но и Измаил не просто так парнишка, то, что он сын Авраама, все меняет, все равно попечение Бога о нем особенное, потому, что его отцом является Авраам, и потому, что впоследствии Авраам будет считаться отцом всех верующих. Вот это некая правда монотеизма, переданная и Исмаилу тоже. Поэтому, когда Агарь с отроком потерялись в пустыне и умирают от жажды, Бог с неба возвал к Агаре и сказал, что Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Ну, там, Агарь и отрок были поодаль в пустыне, потому, что, как автор пишет, она отошла, чтобы не видеть смертью отрока. Вот Бог говорит о том, что услышал голос отрока оттуда, где он находился. И это еще одна компонента Божественного откровения, которое дается в исходе и в бытии. Заключается она в том, что Бог слышит. Вот Измаил, если хотите, побочный персонаж, не он наследнее благословения, не через него передается то невыразимое, необъяснимое, что благословением называется, и откуда есть пошла еврейская земля, он в этой генеалоге сбоку, но Бог и его слышит, и не пренебрегает им, не бросает его, поэтому даже когда там Авраам изгоняет по наущению так сказать цары Агарь с Измаилом, Бог не бросает. Я услышал голос народа моего в Египте, я услышал голос вопля страдающего, это выражение, услышал голос того или иного человека, или той или иной группы людей, оно может считаться идиоматическим для обозначения не безразличия Бога, для обозначения того, что Богу нет все равно, человеческая судьба для него важна, и он не хочет никакой смерти, никакой гибели, и поэтому дальше говорится Агарь, встань, возьми его за руку, я произведу от него великий народ, но это обетование, которое дается уже Агаре, не Аврааму, Авраам как будто бы снял с себя ответственность за судьбу этого отрока, но Бог ее с себя не снимает, и вот поэтому произведу великий народ, от такого человека, как Авраам, не может произойти просто обычного народа, непременно великий. Ну и насколько можно судить, действительно там генеалогия разнообразных пустынных народов вокруг той местности, где происходит событие, достаточно запутанно, но тем не менее принято считать несколько соседних с Израилем народов, которые принято считать их потомками Измаила. Не так важно, насколько это, так сказать, физически точно, и даже, может быть, совсем не важно, а важно, что автор здесь там говорит о сострадательном Боге, на самом деле, о сострадательном Боге. Теперь далее следует некий неожиданный и странный для современного читателя эпизод, когда Авраам и Авимилех, начальствовавшие в той земле, в общем, царь, один из царей этой земли, он был упомянут в предыдущей двадцатой главе, вот этот самый Авимилех с Авраамом вступают в какой-то конфликт, и невозможно понять, что к чему и из-за чего, вот, потому что Авимилех приходит к Аврааму, что-то он ему, как теперь говорят, предъявляет, поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына, ни внука, я хорошо поступал с тобой, вот, и Аврааму прикал Авимилеха заколодят, который отняли рабы Авимилеха, значит, вот Авимилех с Авраамом заключают некий договор, что ты не обидишь меня, при этом заметьте, что Авимилех царь этой земли, Авраам вождь клана бедуинов, пришельцев из пустыни, у которого здесь на самом деле ничего нет еще, пока в этой земле ничего нет, тем не менее, вот там, клянись, что ты не обидишь меня, ну, потому, что архаичные времена, архаичный рассказ о том, каковы были в ту эпоху отношения, и действительно там в 200 человек пастушеский клан, пришедший из пустыни, мог представлять для местного царька серьезную опасность, но, в общем, скорее всего, не ради этого рассказывается рассказ, здесь важная очень фраза, которую Авимилех говорит Аврааму, с тобой Бог во всем, что ты не делаешь, стало быть, вот, благословил Бог Авраама, благословляя, благословлю тебя, и у Авраама рождается сын, отделяется другой сын, но от него тоже будет великий народ, и Авимилех как бы со стороны говорит, с тобой Бог во всем, что ты не делаешь, это значит, что с Авраамом все происходит правильно, как надо, удачно, и этот аспект Божьего благословения тоже не забыт, он и для автора, и для составителя существует, ну и, да, наверное, в архаическую эпоху важнее, чем в эпоху составления книги, но от этого немногое меняется, да, этот аспект благословения тоже существует, ну и вот происходит между ними конфликт, где Авраам клянется, вообще, клясться-то не очень хорошо, и даже для Ветхого Завета тоже, ну, тем не менее, здесь это рассказано вот как Авраам берет семь агнец из стада мелкого скота и его вставит особо, семь агнец их возьми от руки моей, говорит она Вимилеху, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец, госпошлина за регистрацию прав на недвижимость, вот что означают эти самые семь агнец, что Авраам дает нечто Авемилеху, чтобы Авемилех признал, признал право Авраама вот на этот колодец и значит какое-то право на землю, это еще не возможность жить на ней свободно, вовсе нет, это скорее не очень удачная попытка Авраама решить проблему того, что нужна земля для его потомков, может быть даже и вовсе попытка перпендикулярная Божьему замыслу, примерно так, как в этот момент ты можешь увидеть историю с сыновьями, потому что Бог дает обетование, будет сын, благословляя, благословлю тебя от Сары, от законной жены, но Аврааму вот не сидится на месте, как это предлагает нам и видит рассказчик, он берет наложницу, она ему рождает сына, ну, да, сын, все, но Бог не одобряет то, что сделано не по его плану, не по его замыслу, поэтому нет, будет у тебя другой сын, Исаак, с точки зрения сюжетной, ну, по большому счету, важно, конечно, что Сара законная жена Авраама, но в обычаях того времени это не судьбоносная вещь, а важно, что ты попытался сделать, там, родить ребенка не так, как Бог сказал, ну, вышло, конечно, но не очень хорошо, и не принимается Богом, по-другому будет, вот Сара родила, ты надеешься, что, как Бог обещал, сию землю дам тебе и потомству твоему, ну, вот, Авраам пытается добиться этого сам, приобрести некий там участок, или хотя бы права на колодец, договориться о том, что этот колодец действительно ему принадлежит, но это тоже путь человеческий, который придумал Авраам, хороший, отличная идея, но не она сработает, а то, как видит предстоящие события Бог. что того, это не может быть, но это не не ,